Мамрика, конкурс Евровидения – это ответственный конкурс и перед самим артистом, и перед страной, естественно. Что сподвигло вас принять участие в этом конкурсе? Просто, мне кажется, пришло время. Я очень долго не могла решиться. Мне казалось, что так и есть. Это действительно огромная ответственность перед зрителем, перед Украиной. Ты представляешь страну, и это все очень важно. И просто легкомысленно из-за каких-то своих корыстливых целей, только пиар или только еще что-то, мне кажется, это так нельзя делать. Ты все-таки несешь ответственность в лучшем случае, если ты побеждаешь, конечно. В моем случае мы пока находимся на фазе полуфинала. Я не хочу пока заглядывать вперед, потому что всегда, когда пытаешься все спланировать и на что-то очень сильно надеешься, оно, к сожалению, получается не так, как ты это видишь. У ребят наверху свой план, поэтому я сейчас здесь, в этом моменте. Я просто хочу, чтобы моя новая музыка была услышана. Я считаю, что она достойна быть в отборе Евровидения, потому что сейчас самое время украинских новых, молодых, свежих артистов. И украинская молодая музыка должна быть услышана. Поэтому я здесь, я Мамарийка, я хочу, чтобы вы слышали сингл «We are one». Очень хороший месседж для этого я выбрала. О чем она? О чем эта песня? Знаете, там длинная история, на самом деле. Изначально готовилась другая композиция, более фанковая в моем стиле. Я близка к фанку, к соулу, к афроамериканской больше музыки. Но у Евровидения, у этого конкурса есть свои форматы. И, соответственно, мы в результате общих каких-то все-таки диалогов наших с командой СТБ мы решили, что все-таки надо, наверное, создать абсолютно новую композицию для этого особого события. Поэтому я в последний момент за три недели пыталась вдохновиться максимально этим конкурсом, просматривала его с самого начала, еще с тех времен. Мне хотелось понять, что бы я хотела сказать, стоя на этой сцене. В сцене перед всей Европой, грубо говоря. Потому что даже учитывая тот факт, что мы на полуфинальной стадии, все равно Европа следит. Очень много в интернете людей из Британии, из Испании пишут журналисты, хотят интервью, чтобы мы давали. На самом деле все очень на виду. Поэтому я хотела сказать о главных вещах. Я хотела сказать о том, что все мы люди, мы должны любить друг друга. Я хотела, знаете, свою песню, чтобы она была синонимом к слову единство, любовь, добро. Это очень банальная вещь. Вы меня не удивите, если скажете, что это не ново. Это все пытаются сказать. Ну и хорошо, я считаю, что о таких вещах никогда не поздно. И о таких вещах никогда... То есть много упоминаний об этом не может быть. Поэтому мы все люди. Мы братья и сестры, как я говорю. Поэтому надо дружить, надо беречь друг друга и тех, кто рядом. Кто автор песни? Я автор песни совместно с моим саунд-продюсером Ваней Клименко. Он, кстати, является участником группы «Сальто назад», которая тоже является участником полуфинала. Мы как-то вместе организовались и решили, что... Я даже могу сказать, что я им где-то подсказала. Говорю, а вы не хотите, потому что я планирую, ребят, давайте вы тоже. И вместе вот как-то получилось даже пройти в полуфинал. Но писали вместе, вдохновлялись вместе. Очень получилась клевая песня в стиле брейкс и поп. Такое совмещение стилей, брейкбитовый такой. Музончик мне очень нравится. Я надеюсь, что людям тоже нравится. Вы когда-то уже работали с Константином Меладзе, который сейчас активно занимается национальным отбором конкурса Евровидения. Он лично вам подсказывает что-то? Может быть, как правильно себя вести в этом конкурсе? Или как правильно себя представить на сцене перед зрителем? Конечно. Костя — это глыба, это человек, который... Ну, его опыт, мне кажется, это бездонная. Просто вот такая вот история. И я... Он был первым в моей жизни. Он был вообще в плане музыкальном. Он меня открыл. Это мой творческий отец на тот момент. И он меня, знаете, так среди всех людей так заметил. И благодаря ему была фабрика звезд. Поэтому я безумно ему благодарна. И, конечно же, он с таким особым, мне кажется, трепетом... Может, мне так показалось, но я хотела бы в это верить. Отнесся к этому, к выбору песни. Поэтому, наверное, так долго мы не могли что-то конкретное предпринять. Наверное, хотелось ему, чтобы это максимально помогло мне все-таки пройти в этот полуфинал. И я чувствовала поддержку с его стороны. Он давал мне советы, как лучше сделать. И, конечно же, я прислушиваюсь. Потому что я считаю, что... Еще раз повторюсь, опыт Константина Меладзе, опыт, в принципе, команды, которая занимается Евровидением, это прекраснейшие люди. Надо просто молча прислушиваться. Конечно, не терять в себя свой стиль, свою музыку. Но вот эти коррективы, их надо делать, потому что они плохого, мне кажется, не пожелают. Будете смотреть полуфиналы, в которых вы не будете участвовать? Конечно, буду. Я вообще слежу в последнее время за молодыми музыкантами, за новыми именами. И в этом году их очень много. Я очень рада, что в этом году действительно Евровидение – это конкурс музыки, это праздник музыки. Артистов собрала не политика, не какие-то конкретные события, не сплетни друг о друге, а конкретно музыка. Поэтому я буду следить. У меня есть фавориты. Я, честно, где-то в душе болею за девочек Пани Валкова. Мне нравится этот коллектив. Мне кажется, они очень аутентичны, самобытные и интересные. Кроме них еще есть какие-то фавориты? Да, конечно. Много кто и от Орвальда мне нравится, и Детач крутые ребята. Мамрик, после победы Джамала на Евровидении, естественно, за нами будет следить и европейская пресса уже следят, и букмекеры за нами будут следить. И, естественно, они будут смотреть, как мы организуем шоу, какой у нас будет артист представлен от нашей страны. Вы готовы сломать стереотипы и все-таки попытаться выиграть конкурс второй раз подряд? Я не хочу казаться пессимистом, но где-то внутри я подозреваю, что это достаточно непросто сделать. Мне кажется, что все-таки... Ну, было такое два раза подряд? Два раза подряд там какая-то у них была странная система, но швеция выиграла. Вот. Значит, это возможно. Значит, тогда я встану на сторону добра, оптимизма, и скажу, что если это возможно, значит, и мы можем это сделать. В любом случае надо, чтобы каждый артист от себя приложил максимум усилий. И тогда, если мы сделаем классное шоу, если мы покажем действительно европейский уровень, тогда как минимум нам будет... Ну, мы будем гордиться тем, что мы это все сделали. Украина может на уровне представлять такой известный конкурс. И вот и все. Этого уже достаточно. Победим, не победим, как получится. В любом случае мы уже победили. Второй раз. Это прекрасно. Мы лучшие. И Джамала, спасибо за песню, за посыл, за силу, за мощь, вот эту стабильность такую. Вот мало кто из артистов может похвастаться таким вот отношением таким... Вы знаете, вот этот корень в ней есть, который вот она всегда это делает качественно и хорошо. Вот очень хочется, чтобы все артисты так себя проявили. Когда вы поняли, что вы хотите стать артистом, певицей? Я, мне кажется, родилась с этим, с осознанием этого вообще, этой мысли. Мне кажется, я, ну, душа моя пришла уже с установкой на эту землю, поэтому почему-то с детства вопрос даже не стоял. Непосредственно вот с самых юных лет уже ребенок как-то нагло пер и знал, чего он хочет. Конечно, я получила образование благодаря родителям, они все-таки настоялись, сказали, ну, а вдруг не получится, закончи. Иньяс, я закончила Львовский Ивана Франка, у меня высшее образование, все гуд. Но, помимо этого, я всегда знала, что никогда не буду зарабатывать этим на хлеб, потому что, ну, это скучно. Мне вообще не нравится вся эта история, когда ты сидишь в офисе и никого не хочу обидеть. Ну, мне очень нравится моя работа тем, что это абсолютно непредсказуемая история, всегда. Да, ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Какими качествами должен обладать артист, чтобы добиться успеха? Очень важно не жалеть себя. Вот это вот качество, нытье, жалобы, вот это вот я-я-я, это надо вообще отложить куда-то подальше. Тебя нет, ты должен раствориться в этой профессии. Ты абсолютно работаешь на износ. Физически, морально, духовно, ты весь здесь. И если ты хоть на минутку садишься и думаешь, боже, как мне себя жаль, как я устал. Да, конечно, это бывает. Я постоянно пытаюсь отгонять эти мысли, но я их удачно отгоняю подальше, потому что вот эта вот история, она не срабатывает. Одним словом, заряжайте себя на постоянный адский труд, на самоотдачу и на постоянный поиск чего-то нового. Очень много надо слушать музыки, очень много работать, как лошадь, это правда, это очень тяжелая профессия. Но и только если ты ее действительно любишь, так как, например, люблю ее я, только тогда ты сможешь получать от этого всего хаоса и того, что происходит в твоей жизни, удовольствие. В другом случае, в противном случае, лучше за это не браться. А популярность тяжело обрести у нас в стране, молодому артисту? Да, у нас тяжеловато. Почему? И вроде казалось бы, страна небольшая, да, там, ну, относительно, это не Америка даже, там, ну, куда там. Америка в музыкальном плане пошла лет на 200 вперед. Но, к сожалению, мы тоже очень активно развиваемся, я очень горда за Украину, особенно за последних несколько лет. Мне кажется, то, что происходит в музыкальной индустрии, это просто счастье. Столько новых имен, музыки, мы, мы очень крутые. Вот. Ну, сложно, почему? Потому что какой-то менталитет сложный. Вот, вот, очень тяжело добиться поддержки, знаете, вот. Мало бывает людей рядом, которые прям искренне хотят вот прям взять и помочь. Какая-то вот эта конкуренция проскакивает, что ли, я не знаю. Вот мне кажется, что больше каких-то даже за границей, наверное, организаций, где ты банально можешь принести свой диск и сказать, там, ну, или как это делается сейчас уже по современному, там, вот, флешку, да. И просто, и тебя, тебя банально выискивают в интернете, и крупный лейбл подписывает с тобой контракт. У нас-то и лейблов не так много, и, собственно, в общем, это почему-то как-то сложно. Я не могу объяснить, я вижу, я просто знаю такое количество талантливых музыкантов. Вы даже себе не представляете, какие они крутые, и их почти никто не знает. Мне это очень болит, поэтому я от себя могу сказать, что я максимально пытаюсь помогать молодым, таким же, как я. Я всегда пытаюсь делать репосты, обо всех рассказывать, вот, говорить, что вот есть такие ребята, во всех интервью. Поэтому, вот, делайте так же, помогайте молодым ребятам, потому что, ну, от этого зависит наше будущее. Музыка – это очень важный момент. Музыка, она делает нашу жизнь, делает нашу жизнь лучше. И если каждый из нас, вот, будет к этому стремиться, вот, помогать тому, кто рядом, собственно, об этом песне, мне кажется, тогда будет намного проще. Просто надо все это дело развивать. После того, как на нашем сейчас российских артистов стало меньше в Украине, тяжело ли нашим молодым артистам протаптывать дорожку? Либо, может быть, все же как-то есть какой-то шанс зацепиться на сцене, зацепиться именно сейчас, зацепиться в эфире? Нашим? Нашим намного легче стало. Вы что, у нас сейчас вся дорога открыта. Вы посмотрите, что происходит. Наоборот, мне кажется, сейчас столько спейса, столько пространства для того, чтобы вот это место освободилось. Я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю о том, что это факт. Очень стало много места для наших родных артистов украинских. Поэтому вперед из песней. Сейчас самое время быть услышанным. Поэтому Маморика идет на Евровидение. Поэтому все идут на Евровидение, все хотят быть услышанными, все чувствуют, что этот сам момент, он настал. Поэтому, ребят, не бойтесь. Выходите из нор, из музыкальных узких пространств и пытайтесь... Сейчас намного легче, я вам даже больше скажу. Вот я сказала, что принести флешку, и чтобы тебя кто-то... Сейчас это немножко все равно сложно, но не так, как это было пару лет назад. Даже на своем опыте я чувствую, что те люди, которые раньше такую музыку, как я сейчас делаю, никогда бы в жизни не рассмотрели как вариант ротации в медиапространстве, сейчас они почти не думая, ну или подумая там сутки, говорят, слушай, крутой контент, давай попробуем, я поставлю на радио, я поставлю на телек, то есть сейчас дают шанс новому звучать. Кстати, вы работаете радиоведущей. В каком амплуа вам нравится больше? Радио или все-таки как артист выступать на сцене, держать публику перед собой? Ну, конечно, сцена не сравнится ни с чем, это мой единственный наркотик, единственный вид зависимости в этой жизни, который я не променяю ни на один синтетический, вот, это то, без чего жить вообще невозможно, я могу сейчас даже заплакать во время этого спича, потому что те ощущения, которые приходят на сцене, особенно когда ты поешь свою музыку, которую я делаю сейчас, это какой-то просто невероятный космос, я, это лучше всех тактильных ощущений, это, это незаменимо ничем в этой жизни, поэтому, конечно, сцена это номер один для меня, но я очень кайфую от эфиров на радио, я не ожидала, что я могу, смогу найти еще одно занятие, которое будет мне приносить, ну, не приблизительное, но очень мощное удовольствие, потому что я являюсь самой собой, я тоже понимаю, что я уже начинаю быть от этого зависимой, за выходные, пока мы не работаем, то есть у нас в понедельник и по пятницу эфиры, и потом два дня выходных я начинаю скучать, и в понедельник я уже лечу с новой силой в эфир, эй, всем привет, с вами, мы, ну, это очень круто. Кем вы себя в будущем видите? Возможно, хотите стать телеведущей? Я уже была телеведущей, сейчас я являюсь радиоведущей, помимо моей активной концертной артистической деятельности, мне интереснее все-таки, наверное, радио, если по чесноку, вот, 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 откинуть, понятно, телевизор дает больше выхлоп, но мне интереснее радио, потому что это, опять-таки, дает свободу, а в будущем я очень хотела бы совместить благотворительную деятельность вместе с продюсерской. Я бы очень хотела создать, и это не просто слова, как только я почувствую, что моя финансовая почва мне позволяет создать эту историю, я ее сделала, я хочу создать творческий центр для детей самородков, вот, я хочу найти прям таких детей, а их сейчас так много, это какие-то дети индиго, вот, которые необъяснимо талантливы, и вот из этих детей, возможно, не особо благополучных семей, у кого нет возможности, я бы хотела им помогать во всех их творческих направлениях, мне кажется, это очень круто. Я много могу уже рассказать, отдать, а за эти годы, пока буду становиться на ноги, смогу еще больше поднакопить опыта для этого. С чего начинается и как проходит ваш день? Мой день начинается с нежелания вставать, я безумно не люблю вставать рано, я сова, и даже если я лягу в 8 часов вечера, все равно я не высплюсь, если я встану рано. То есть мне все равно нужно встать позже 10, чтобы я была в тонусе. А учитывая то, что сейчас пошли вот такие приятные активные события в моей жизни, у меня сейчас номинация на премию, на открытие года, еще куча всего, я очень рада, благодарна за эти все моменты приятные. Потом я пью зеленый чай, делаю быстро, там, стою в планке минуту от силы, и то не факт, что смогу всегда, нет силы. То есть я запустила йогу окончательно, нет времени, но вот бодрюсь и бегу. Бегу, постоянно куда-то бегу, вот у меня ощущение постоянного бега, стремления. Кого вы считаете, может, каким-то своим конкурентом именно в конкурсе? Вы знаете, я не люблю это слово в принципе, я к нему отношусь очень скептически, и мне оно несет негативный посыл, конкурент. Меня вообще это выбивает из комфортной зоны. То есть я всегда в этих конкурсах немножечко, ну это нерв, лишний нерв и так, помимо всего, который тебя, ну вот он дисбалансирует. Мне это не нужно, поэтому я вообще не особо там по-боевому в плане настроена, не думайте, что я не готова бороться. То есть я не хочу ни с кем враждовать. То есть я просто абсолютно спокойно перелистала список всех артистов и могу сказать, что в этом году такая россыпь, такой выбор стилей, жанров и артистов, что особо-то и конкуренции нет, то есть все разные, все разные, песни все разные. Я же говорю, нам надо действовать вместе, у меня есть коварный план, нам надо, дружи, действовать вместе и классно каждому вспеть. Вот каждый должен за собой чувствовать ответственность, круто выступить, качнуть и вот это вот сделать хорошо. Все остальное все равно не от тебя зависит. Непредсказуемая публика, как всегда. Ты никогда не знаешь, станет ли двоя песней хитом. Вот это то же самое, это конкурс песни, борьба песен, а не людей. Ты не знаешь, насколько зайдет твой трек или нет по отношению к другим там артистам, конкурентам, как вы говорите. То есть вот непонятно, как будет. На все воля Бога и людей, которые это смотрят. Поэтому надо расслабиться, довериться, классно выступить, а дальше как будет. Конечно, я хочу в финал, ну, конечно, спросите меня об этом, я хочу в финал. Но я не знаю, я не хочу просто, если вдруг, не дай бог, что-то не срастется, и я там не пройду, пупу-пупу, конечно, не знаю, обо что постучать, но я не хочу расстраиваться потом. Я могу впасть в депрессию, например, там, и уйти в себя. Я этого не хочу. Я хочу понимать, что я сделала свой максимум, я получила удовольствие. И те, кто меня понял и почувствовали мой месседж, они тоже кайфанули. Все, это уже хорошо. У меня для вас таких блиц три вопросика готовы. Я хочу, чтобы вы на них быстро ответили по возможности. Конкурс Евровидения – это политический конкурс, да или нет? Частично. Извините, я очень честная всегда, я не могу. Евровидение для вас – это возможность? Да, это возможность. Возможность чего? Это просто возможность быть услышанной. А за кого бы вы отдали свой голос, если бы не были участницей национального отбора конкурса Евровидения? За… в этом отборе? Да. За Панни Валкову, девочек. Да. На протяжении двух дней в наших социальных страницах, в Фейсбуке и ВКонтакте, вы могли задавать, вы, зритель, могли задавать маме Рике вопрос, и самый главный вопрос сегодня попал в наш эфир. Итак, вопрос от Игоря Гринника. Мама Рика, что вы думаете о жюри национального конкурса Евровидения 2017? Такой интересный вопрос для вас. Правильный, хороший вопрос. И я скажу, что… Игорь, правильно? Да. Зовут Игорек. Что я могу тебе сказать? Жюри прекрасные, потому что… А – это Константин Меладзе, Б – это Джамала, В – от этого не меньше важный член жюри – это Андрей Данилко. Правильно? Все три очень-очень важные, очень такие личности, базовые вообще в принципе в своем существовании музыкальном. Они, вот, у них за плечами колоссальный опыт. И это три глыбы. Это мастодонты эстрады нашей. Я считаю, что это очень-очень правильный выбор. Вот. И очень радуюсь, что Джамала тоже в этом году есть. Еще бы и Руслану оставить, конечно, чтобы побольше их было всех, потому что мы все дружим, все друг друга знаем. Ну вот, в любом случае, очень компетентная, классная жюри, разноплановая. Я считаю, что каждый из них найдет, что сказать, как подсказать, помочь участникам, которые пройдут дальше в финал или не пройдут. В любом случае, я уповаю на их музыкальный вкус. Ну и последняя такая просьба, не вопрос. Готовы ли вы сейчас спеть в нашей студии кусочек своей песни? Ну, почему бы и нет. Можем и спеть, да. Мы are, we are one, we are one. One family, one soul and one son. We are, we are one, we are one. One family, one soul and one son. Мы are one. Спасибо большое. Ну и, наверное, у меня только что возник такой не вопрос, а просьба тоже. Что пожелаете своим конкурентам или также опять-таки молодым артистам, которые присутствуют и участвуют в национальном отборе? Что можете от себя пожелать им? Ой, я сама среди их числа, поэтому я сама не знаю, чего себе пожелать. Я желаю вам терпения, выносливости, боритесь до последнего в смысле подготовки. Очень важный этот этап, поэтому обращайте внимание на каждую детальку, на вот все, что вы сейчас делаете, потому что это ваше детище, это выступление, которое будет, это результат вашего осознанного вот этого этапа проделанной работы. Поэтому я считаю, что надо просто получать от этого удовольствие, ответственно к этому отнестись и все вместе классно качнуть 4-го числа. Peace! Peace! Peace!